На 8-м Восточном экономическом форуме представили ключевые достижения Дальневосточного Центра Искусственного Интеллекта. Он был открыт ровно год назад Сбером и ДВФУ. Сегодня Центр показывает результаты работы за год. Как отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, ДВФУ стал качественной площадкой для разработки самых интересных решений по очень востребованным направлениям. Специалисты напомнили, что первой моделью, которую заявили в прошлом году, стал сервис по мониторингу тайфунов. Сейчас у нас на базе искусственного интеллекта есть краткосрочный прогноз, то есть успешные результаты, то есть на сутки вперед. Но мы движемся к тому, чтобы прогнозировать на 3-5 дней заблаговременно с помощью искусственного интеллекта. Этой разработкой хотелось бы достичь того, чтобы мы заранее, за 5-7 дней, знали, где зародится тропический циклон, и куда он пойдет, и какой потенциальный ущерб он может принести. Вот это самое важное, потому что, зная потенциальный ущерб, можно оценить риски и еще более заранее предупреждать население об эвакуации, какие-то подготовительные меры предварительные осуществлять, чтобы группировка МЧС выдвигалась в тот или иной населенный пункт и еще более заранее осуществляла эти работы. Я бы хотел что добавить, чтобы мы обязательно сюда добавили космоса. В ближайшие дни мы подпишем соглашение с Роскосмосом, и здесь, в нашей академии, мы построим филиалку. И, естественно, все каналы космической информации мы хотим передать нашему Восточному институту, для того, чтобы мы могли использовать эту базу данных. Второе. Мы в эту же систему накладываем работу беспилотных авиационных систем. В эту же систему накладываем все архивные данные. Как отметил Александр Яцуценко, не нужно ждать события, нужно его предупреждать и проводить превентивные мероприятия. Трехстороннее соглашение между ДВФУ, МЧС России и Сбером было заключено 11 сентября в рамках ВЭФ. А ректор ДВФУ Борис Коробец подчеркнул, что создание первого центра искусственного интеллекта стало огромным шагом для университета, региона и всего Дальнего Востока. Сейчас в разработке модель распознавания мурского тигра. Искусственный интеллект позволит идентифицировать особь по уникальному рисунку полосок. В мировом масштабе это решение можно тиражировать для идентификации создания каталогов и других редких видов животных. И в целом тот подход, который сейчас сформирован, он на наш взгляд универсален. Мы параллельно с Ано Дельфа на Черноморском акватории прорабатываем такую же систему для идентификации дельфинов. И в целом мы можем тиражировать подход идентификации редких видов, который позволит для Ано Мурских тигр закрыть текущую потребность и даже более детально работать с экологическими реалами обитания тигров. Технологии с применением искусственного интеллекта помогут также оптимизировать рабочие процессы Владивостокского торгового порта. Сотрудниками лаборатории искусственного интеллекта Сбера уже проведена масштабная аналитическая работа. Для решения уникальных задач планируется разработать сервис, который интегрирует систему управления грузами. В непрерывном онлайн-режиме сервис будет ассистировать операторам, направлять, в какое место нужно поставить контейнер, чтобы минимизировать его избыточную перестановку в дальнейшем. Ирина Шилина, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.